Привет, друзья, меня зовут Викли, и добро пожаловать на разбор новой серии по скибиди мультивселенная, либо по скибиди мультиверсу. И без лишних слов, я желаю всем приятного просмотра, ну и поехали! Итак, в самом начале мы видим агента в перчатках, и он делает вот такие вот трюки с предметом, который похож, видимо, на ручку. Наверху мы можем заметить надпись Circus, что переводится как цирк. И да, как вы помните, в прошлой части нам как раз таки и показали это самое место. Самый настоящий цирк, где находится очень и очень много скибиди клоунов во главе со скибиди пеннивайзом. И обратите внимание, то место нам показывали не от лица агентов. То есть мы, грубо говоря, все это дело смотрели не от первого лица, а просто как обычный фильм, то есть со стороны. Ну и в общем, как можно понять, агентам все же удалось найти это место. Итак, наш агент поворачивается, и мы видим первого скибиди клоуна. Пока что он нас не замечает и просто проезжает мимо. И вдалеке мы видим еще двоих скибиди клоунов. И как можно понять по их корпусам, это самые-самые обычные представители нового вида скибидистов. То есть клоунов скибиди, либо скибиди клоун. У них нет никакого оружия, у них просто защищенные корпуса, да и в целом все. Хотя все же, может быть, какие-то дополнительные способности у них имеются. Это мы, конечно же, узнаем далее. Итак, они все собрались вместе, и наш агент начинает потихонечку продвигаться вперед. Но тут он на что-то наступает, что и выдает его, и клоуны, конечно же, его замечают. И тогда наш агент быстренько открывает ручку и выливает оттуда чернила прямо на свою одежду. И тем самым он становится невидимым. И такую технологию, как эта ручка, мы видим действительно впервые. Это очень и очень интересно. Ну и скибиди клоун уже тут как тут. Ну и понятное дело, нашего агента он не замечает. И дизайн этого клоуна мне напомнил все того же Пеннивайза. Только не из новой экранизации 2017 года, а уже из достаточно старой. А именно экранизации 1990 года. Согласитесь, сходства имеются. Итак, клоун осматривается и уезжает обратно. И здесь же мы можем заметить различные указатели, которые указывают дорогу на тот или иной аттракцион. И, к сожалению, большинство надписей здесь стерты. Я не все смог разобрать. Но что точно бросается в глаза, так это самая первая табличка. И здесь написано Fun House. То есть Дом Веселья. И скорее всего, вот это строение, которое находится прямо здесь, является тем самым Домом Веселья. И тут резко, откуда ни возьмись, вылетает скибиди клоун. И он просто взрывается. Понятное дело, что его кто-то кинул. И тут же рядом мы видим скибиди клоун-вертолет. И выглядит он очень и очень интересно. Как мы видим, у него целых четыре пушки. А также две вот таких вот штуковины, похожих на бомбы. Хотя, возможно, это и не бомбы, а некие ракеты. Ну и по бокам также у клоуна имеется оружие. Отсюда не совсем понятно, что это. Однако, если промотать видосик, то можно увидеть, что это некие дубинки. И тут появляется Титан Спикермен. О его появлении я уже говорил в своем телеграм-канале. Так что, те, кто не подписаны, советую прямо сейчас подписаться. Там появляются самые свежие новости о скибиди вселенных. А также о моем канале. Так что, да, подписывайся прямо сейчас, но мы продолжаем. Итак, Титан Спикермен атакует нашего скибиди клоуна-вертолета. Но клоун также не теряется и атакует Титана в ответ. И обратите внимание, то что снаряды достаточно мощные. Хоть Титану особого вреда они не принесли, но он от них закрылся и его немножечко пошатнуло. То есть, для обычных агентов такой выстрел был бы летальным. Итак, Спикермен снова атакует, на этот раз лазером. Скибиди вертолет сближает дистанцию. И тут, откуда ни возьмись, появляется еще один клоун, который прыгает прямо на Спикермена. Ну что ж, и теперь у нас битва двое против одного. Как мы видим, вертолет пытается разорвать дистанцию, либо вовсе свалить. Но Спикер его цепляет и тянет обратно. И благодаря этому движению он смог скинуть сразу двоих скибидистов. Ну и пока двое валяются в отключке, Спикер решил не терять время. И он сразу же начинает уничтожать остальных клоунов. И кстати, в одном из кадров Титан направляет оружие прямо на нас. То есть, на Пов агента. И напомню то, что он до сих пор невидимый. Но благо он стреляет немного левее. Потому что там был скибидист. И он его, конечно же, уничтожает. Как и другого, красного, который пытался свалить. Но тут в Скибиди вертолет, а также клоун Скибиди паук, видимо. Буду его так называть, снова атакует Титан. И уже немного серьезнее. Но как мы видим, Спикеру все же достаточно легко. Одного он хватает, а второго окунает в некую жидкость зеленого цвета. Возможно, это какая-то кислота. Ну и параллельно второго, которого он уже схватил, он начинает просто сжигать. И у Спикера это успешно получилось. Вертолет падает и взрывается. И кстати, взрыв у Скибиди клоуна был зеленого цвета. Что достаточно необычно. Но второго Титан добил, утопив в этой зеленой воде. Ну и то, что эта кислота может подтвердить данный звук. Который пропал сразу же после того, как Скибидист полностью погрузился под воду. Ну или же под кислоту. И тут Титана снова атакуют. На этот раз вот такой Скибиди-мен-клоун. И как можно увидеть, Спикера атаковали неким лазером. Но у этого Скибидиста лазера нет. Так что возможно он как-то управляет вот этой здоровенной головой. Которая является входом в фан-хаус. О чем нам говорил указатель ранее. А возможно он выстрелил из своего реактора. Хотя он кажется достаточно небольшим для такого выстрела. Ну и давайте посмотрим на нового Скибидиста. Во-первых, он имеет полноценное человекоподобное тело. А также, что особенно бросается в глаза, так это его рассказка. Он полностью черно-белый. Как будто у него просто убавили насыщенность в том же фотошопе. В целом дизайн этого Скибидиста выглядит очень и очень интересно. И достаточно жутко. Титан Спикермен подходит к нему и начинает избивать. Но Скибидист особо и не сопротивляется. Как будто его главной задачей было просто посмеяться над Титаном. Итак, Скибидиста он все же уничтожает. И за всем этим следил еще один клоун. Который начинает сразу же сваливать. Но далеко он не уехал. Так как его прибивает Титан Камерамен. Который видимо только-только прибыл. И вроде бы все хорошо. Но тут Спикермена останавливает технология Клокменов. И на поле боя прибывает Скибиди ученый. А также Скибиди пеннивайз. И просто посмотрите, как же много у них вооружения на двоих. Ну что же, и они всем видом показывают то, что готовы к битве. И Титаны также на готове. Камерамен подзывает их к себе. И на этом эпизод заканчивается. И как можно понять из названия, это была первая часть девятнадцатого эпизода. То есть во второй нас ждет полноценная битва между Скибиди ученым, а также Скибиди пеннивайзом. И двумя Титанами. Спикерменом и Камераменом. И скорее всего мы видим каких-то новых персонажей. Либо старых знакомых. В общем, я думаю, будет очень интересно. Ну и на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Твикли. Не забывайте подписываться на мой Телеграм. Ну и я не прощаюсь, а говорю до новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok